Ну здесь вот череп человека, здесь расположены два сосуда, причем один вот с конвизиком таким. Открытие казахстанских археологов потрясло современный мир. В Шетском районе Карагандинской области найдена настоящая пирамида, построенная в период Бронзового века. И хоть технически ее обнаружили еще в 2014 году, приступить к раскопкам удалось только в середине августа этого года. Помимо самого строения найден также ряд небольших захоронений, в которых помимо останков древних людей, археологи обнаружили различные предметы быта. Глиняные горшки, наконечники стрел и даже кинжал. Последний удалось найти при помощи металлоискателя. Они положили кинжал не непосредственно вместе с ним, как это обычно делается, потому как у них есть представление о загробной жизни и что нужно человеку после смерти в загробной жизни. Нет, они положили именно непосредственно за вот такую вот плиту. Открытие могильника принадлежит археологической экспедиции под руководством кандидата исторических наук Игоря Кукушкина. По словам ученого, обнаружить уникальное архитектурное строение удалось благодаря плановой археологической разведке. После проведения анализа проб могильника историки были шокированы. Уникальное строение было возведено в Казахской степи еще до нашей эры. Таких находок до этого момента в истории еще не было. Этот сам могильник называется Каражартас и относится к бегозидам дебаевской культуры. Это культура эпохи поздней бронзы. И ориентировочно мы ее датируем 14-12 веками до нашей эры. По словам историка, уникальность могильника в его пирамидально-ступенчатой форме. По предварительным данным, высотой пирамида была около 15 метров. Возле нее также найдено порядка 12 небольших захоронений, что свидетельствует о ее религиозной значимости для того времени. Она могла являться своего рода святилищем под открытым небом. Потому что вокруг нее, вблизи, мы наблюдаем размещение рядовых погребений, которые принадлежали, как правило, близким родственникам, приближенным, тоже занимающим, возможно, определенную высокую ступеньку в социальной пирамиде того времени. И, безусловно, там, видимо, проведение каких-то ритуальных, обрядовых мероприятий было, видимо, связано с посещением этого места. К сожалению, археологов еще в древние времена могильник был почти полностью разграблен. И до наших дней уцелели лишь небольшие фрагменты кухонной утвари, оружия и приметов быта. Сейчас все эти находки изучаются и реставрируются в музее при Каргиу в Караганде. И меандр, вот, допустим, идет по шейке. Здесь тоже какие-то меандровидные фигуры, порой соединенные в ромбы. Это вот, так сказать, наследство более раннего периода Андроновского, так сказать. Сейчас историки готовят проект и разрабатывают туристический маршрут. Говорят, при двери Экспо это актуально. Археологи надеются, что Министерство культуры одобрит идею и найдет средства на реконструкцию памятника Староаркинской пирамиды, которая может стать достоянием казахстанского народа. Искандер Байкенов, Сергей Баданин, Новости Тимиртау.